Всем привет! Вы на территории Перезла. И сейчас я хочу еще раз вернуться примерно на полгода назад. 16 октября 2022 года. Тот самый день, когда я очень серьезно боялся. Боялся в первую очередь Спартак. Боялся в первую очередь то, что вот эта вот напомаженная попсовая деваха. Деваха, которой 40 лет уведет мое сердце у Вики. При этом ЦСКА, ну, то самое, за которое играл, играет и еще хуй знает сколько будет играть. Федя Магелатов, я не так сильно боялся. Я даже думал, ну, пускай лучше ЦСКА выиграть, чем Спартак. Когда выигрывал ЦСКА я был рад. Когда ЦСКА сравнял, я был просто вне себя от чести. Это сделал еще 2-2. И тогда я думал, надеялся, что Спартак не победит. Но сейчас, с высоты сегодняшнего дня, с высоты сегодняшних диспозиций, я могу сказать, что ничья это самое лучшее, что могло есть в тот день. Потому что если бы победила ЦСКА, сегодня я бы его очень и очень серьезно боялся. А так, мне не страшно. Мне вот это вот красно-синее, то, что называется... Вот это вот мне не страшно. Пускай скачет сколько хотят. Мы все равно будем их выше. Потому что мы гораздо лучше провели осень. Мы гораздо больше матчей осенью довели до побед. И в этой связи особенно круто и особенно важно то, что в игре первого круга Зенит-ЦСКА случилось именно победа Зенита. Потому что поражение Зенита или даже ничья, они были бы плохи не только с точки зрения того, что Спартак бы тогда оторвался на 5 очков. Если бы ЦСКА выиграла, именно ЦСКА, вы наравне с Спартаком оторвалась бы на 5 очков. И сейчас отрыв Зенита был бы не 13 очков. Не более чем комфортный. А знаете сколько? Отрыв Зенита был бы всего лишь 7 очков. 7. Это означало, что финиш может быть любым. Абсолютно любым, каким угодно. Но у нас есть Монтуан. У нас есть... Вернее был Дэн Ловрен, который на какой-то миллиметр сделал все-таки искусственную отсадку Раскалю. И у нас была, есть и будет навсегда Вика. Которая не только в матче Зенита ЦСКА поддержала. Не только Дэрби ЦСКА Спартак помогла свести в ничью. Она всю эту осень нас тащила. Она весь этот март нас тащила и тащит как может. И дальше Вика будет тоже тащить. По мере своих сил. Она не идеальная. Ее возможности не безграничны. Она не может подкручивать все внутри так, как она хочет. Бывают проколы, бывают осечки. Но она всем сердцем и всей душой со мной. Всем сердцем и всей душой за Зенит. И уже за то, что есть. Я хочу тебе, Вика, сказать огромное спасибо. И я уверен, что это еще далеко не все. Что ты мне хочешь, можешь готовы подарить. И я сам тебе дарю. Ты это видишь. Ну и ты. Я уверен, что еще не один день, не один вечер мне и моим друзьям сделаешь счастливым. Спасибо тебе, что ты у меня есть. Спасибо тебе, что ты сердце и душа. Ты наше общее питерское сердце и душа. И ты с нами. И мы с тобой.